Девушки отдыхают 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 не произошло крупное землетрясение, тогда были уже использованы, ну, кто подготовил собак, брали, и это самое, до 50 человек найдено собаками. И после этого уже вот руководством было принято в 96-м году организовать кинологическую службу МЧС России. Хорошо, вот вы на службу принимаете собак каких-то определенных пород, или можно научить любую? Нет, ну, видите, тут предрасположенность все равно, собака должна быть доброй, не агрессивной, работоспособной, поэтому, как бы, в основном, лаблодоры, немецкие овчарки, бельгийские овчарки. Ну, чихуахуа не подойдут к этой службе, мне кажется, да? Ну, нет, конечно, даже и такса не подойдет. Даже такса не подойдет, да. Поэтому, как бы, лаблодор, например, кавказскую овчарку, если она генетически выводилась для защиты охраны, естественно, она и тяжелая. Слушайте, ну, раз уж мы заговорили про дрессировку, в принципе, сколько длится обучение собаке, вот с какого периода, мы можем сказать, что все, пёс готов к разведывательной операции. Ну, желательно, конечно, приобретать щенка для поисковой службы где-то в месяца в три с половиной. И начинается его, как бы, учеба. Воспитание. Да, воспитание. Ну, как, в среднем два года идется обучение собаке. Два-три года. Есть сертификационные испытания, не просто собаку подготовили и пошли с ней работать, она получает допуск. И без этого допуска я не имею права куда-то с собакой на поисково-спасательной работе эту собаку взять. Слушайте, ну, Наталья Александровна, как так вообще случается, то, что кинолог и собака начинают работать вместе? То есть, изначально уже дают щенка и воспитываются они вместе? Или же уже готовы? Вы знаете, поняла. В системе МЧС как-то так сложилось, что работают в основном личные собаки. Вот есть у спасателя своя собака. И он с ней начинает ее заниматься. Штатных очень мало собак, потому что поисковая собака, она должна быть постоянно с хозяином. Не то, что вы, как бы, знаете, утром приехали на работу, там погладили, покормили, погуляли с собакой, достались, посадили и вошли. Эта собака приезжает утром на работу со мной и вечером она уезжает со мной. Все, и мы, как бы, круглые сутки. И поэтому он прекрасно знает меня, мое, как бы, к нему отношение. И я знаю, что от него ожидать. Возникает вопрос, как вообще проходит день пушистого спасателя? Ну, день. На службу, например, утром мы приезжаем на работу, они там гуляют. Если у нас по расписанию есть занятие выездное, то мы, как бы, собираемся, выезжаем или в природную среду, или в техногенный завал. Занимаемся. Если нет у нас этого, то мы просто физические нагрузки даем или послушанием занимаемся. И так постоянно, постоянно. Ну, или вот, например, Макс, с утра на грим, в обед у него интервью, потом встреча с фанатами. Ну, понятно. Обед. Обед вечером будет. Обед вечером. Слушайте, ну, а вот как-то, как раз мы уже говорили про обед, про еду. Рацион собаки-спасателя отличается от простой собаки? Там какая-то, может быть, доля жиров, углеводов, белков? Да нет, не отличается, потому что сейчас как бы удобно, что домашнюю кормят сухими кормами, большинство. Так, я думаю, и этих. Единственное, что, когда после поисковых работ или после, ну, больших физических нагрузок, например, мы приезжаем, я или мясо добавляю, или бульоном там даю, или кефир. А так, вот, просто, сегодня, например, просто корм без добавок. Ну, а же такое, например, пол палки колбасы осталось, хоть на максе ешь. Такого нет, да? Нет, нет, это у нас называется вкусняшки, на это мы работаем. Хорошо, поработал, заслужил, понятно. Получил кусочек. Вот, кстати, хорошо поработал. Получил премию, Ваня, нет? Нет, заслужил отдых. Сейчас давайте посмотрим, как же отдыхают животные, в частности, домашние питомцы. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Наталья Александровна, вот мы посмотрели, как развлекаются домашние животные, животные в свободное время. А как спасатели отдыхают? Ну, отдыхают. Ну, сейчас он, конечно, сегодня он приедет, все равно тут новая обстановка, все равно это волнительно для собаки, новое место и новые люди, запахи новые. Поэтому он сейчас, конечно, нагуляется, приедет еще на работе, а вечером покушает и спать. А есть ли такое, например, что у собаки может появиться отпуск? То есть, например, вы уходите в отпуск и его с собой забираете тоже, да? Да, да, да. То есть, так же, потом он на море может... Потому что это личное подоговор, это собаки, они также в отпуске. Имеют право, собственно. Да, да. Слушайте, ну тогда наверняка у них уже есть и пенсионный возраст, когда все уже, как бы, пора работу оставлять, службу. Ну, да. И просто хочется узнать, а что с собаками потом происходит? Вы им подбираете какие-то семьи, может быть, или кинологи их самой забирают? Что происходит потом? Ну, с личными собаками проще. Работает пока может, пока она физически может бегать. Работает у нас, были и до 11, и больше собаки лет работают. Лично, естественно, она остается дома. Ее никуда. Ну, а вот штатные собаки, они ищут. Добрые руки находятся. Антон Александровна, большое вам спасибо за интервью. Напоминаю, что сегодня мы разговаривали с начальником кинологического поисково-спасательного подразделения Натальей Александровной Симурот. Большое вам спасибо. Успехов вам на службе. Все, Макс, ты там не подводи, Наталья Александровна. Хорошо, договорились? Хорошо, да, он согласен. Все, спасибо вам большое. Спасибо большое и вам, что пригласили. Субтитры подогнал Игорь Негода.